Здравствуйте, уважаемые телезрители! Уже традиционно в нашей программе мы обсуждаем важные и актуальные для города вопросы. Нашими гостями выступают представители администрации и лица, уполномоченные решать те или иные городские задачи. Сегодняшний наш гость, глава муниципального образования города Десногорск Андрей Николаевич Шувин. Андрей Николаевич, пожалуйста, вам первое слово. Дорогие десногорцы и гости нашего города, сегодня очередная встреча в рамках эфира позволит мне ответить на интересующие вас вопросы и довести, как говорится, информацию из первых уст. В настоящее время на территории города активно проходит анкетирование по следующим темам. Это ремонт дорог, ремонт общеобразовательных учреждений, школ, садов, дополнительного образования, ремонт детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм, как орны, скамейки. Я считаю, что правильно будет ответить на те вопросы, которые вас интересуют и волнуют. Андрей Николаевич, тема анкетирования очень необычная и наверняка полезная. С чего все началось? Кому пришла идея так ознакомиться с мнением жителей? Началось все с предварительного обследования состояния нашего игрового оборудования и спортивных площадок на территории города. Комитет городского хозяйства, управляющий организацией МККП, служба благоустройства. Мы сперва все обследовали, отдефектовали, посчитали, увидели сумму. И дальше с результатами обследования я обратился в совет руководителя, к Лубенскому Павлу Алексеевичу и довел до него предварительную информацию. В дальнейшем Алексеевич Лубенский принял решение провести анкетирование на территории нашего города и определить приоритеты, которые должны непосредственно поставить наши жители. Сколько длится анкетирование? Сколько еще времени оно будет? Ну, где-то примерно еще недели две анкетирование будет у нас в городе проходить. А те, кто не успел ответить, задать свои вопросы в анкетировании, как им быть? Значит, могут обратиться по телефону 8-910-729-3358 или обратиться на электронную почту команда «Десногорск-собака-малору». Оставить свои предложения, пожелания. В любом случае, значит, мы все просьбы наших жителей учтем в своей работе. А какие-то есть уже предварительные результаты опроса? Предварительные результаты опроса у нас есть. Лидирует у нас ремонт дорог. Это въезд в город, автомобильная дорога Н1. Автомобильная дорога на Кукуевку. Если брать по общеобразовательным учреждениям, там идет у нас ремонт кровли. На третьем месте идет ремонт детских игровых комплексов. Работа в этом направлении продолжается. И все будет зависеть от того, как наши жители будут активно принимать участие в данном анкетировании. Для того, чтобы мы могли определиться с приоритетами. И в дальнейшем выполнить все просьбы и пожелания наших десногорцев. То есть все зависит, еще раз повторюсь, конкретно от наших жителей. Как наши люди определят, так, соответственно, и будет расставлен приоритет в данной работе. Андрей Николаевич, имеется ли положительный опыт влияния мнения десногорцев на определение объектов ремонта в городе? В принципе, у нас есть положительный опыт прошлого года, когда мы на голосование выносили общественную территорию. Это у нас в центре города, где находится фонтан. И предлагали нашим десногорцам поделиться с приоритетами. Фонтан, городская эстрада или детский игровой комплекс. В том году был фонтан, и мы все эти пожелания учили. А детская игровая площадка заняла нам второе место. И в этом году мы пожелания наших десногорцев не забыли. Будем реализовать проект совместный. Сейчас там полным ходом уже идут подготовительные работы по установке нового игрового комплекса. Помимо программ, если у жителей есть какие-то свои идеи благоустройства своей территории, возможно, дворы, как им быть? Первое, что необходимо, это обратиться или в управляющую организацию, или в комитет по городскому хозяйству. Мы принимаем любую идею и готовы, соответственно, помогать. Независимо, это посадка дерева или кустарника, или создание клумбы, установка скамейки, установка урны. Андрей Николаевич, наконец-то началось долгожданное лето. Как организована со стороны муниципалитета строительная компания в этом году? Ну, в этом году, как традиционно, у нас будут функционировать пять летних лагерей дневного пребывания. Они будут работать две смены. Значит, это будет на базе первой, второй, третьей школы, ДДТ. Охват детей где-то примерно 314 человек. Открытие первой смены с 1 июня, она, в принципе, у нас уже полным ходом идет. А вот вторая смена у нас, получается, будет открыта с 5 июля текущего года. Все лагеря имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. Они у вас включены в реестр организации отдыха детей в летнее время. Вот, поэтому, в принципе, как бы в этом вопросе у нас в плане летнего отдыха все организовано. Большое спасибо, Андрей Николаевич, за ваши ответы. Я думаю, темы, которые мы сегодня обсудили, будут интересны как взрослым десногорцам, так и детям. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»